здравствуйте здравствуйте а вот периодически слышишь ой поясница ой там кольнула тут прихватила и в итоге вердикт грыжа всегда ли боли в пояснице это вот обязательно грыжа нет боли в пояснице могут быть другого характера не обязательно что грыжа диска может быть причиной боли но основная причина боли конечно приходится на грыжу диска если она грыжа появилась то она конечно как инородное тело позвоночном канале где проходит у нас спинной мозг находится с грыжей спинного мозга там тесно от спинного мозга отходят нервные окончательные нервные стволы к другим органам внутренним нижним конечностям и вообще по всем поэтому если грыжа есть то она мешает человеку жить вызывает сильные нестерпимые боли и тогда если она ну конечно еще и зависит от того величина размер грыжи если она большая примерно там 0 8 миллиметров 0 10 миллиметров такая грыжа большая она подлежит конечно к оперативному вмешательству казино фарович скажите а как появляется грыжа и потом как она проявляется грыжа страдает около 80 процентов мужчин и 60 процентов женщин вообще так по данным грыжа может проявиться среднем спина боли в спине появляется уже в возрасте 30 35 лет у человека грыжа это строение между позвонкового диска она состоит из пульпозного ядра и фиброзного кольца грубо говоря вот со временем вот это фиброзное кольцо она высыхает с возрастом трескается и в этой трещины пульпозное ядро начинает туда входить и где тонко там и рвется как бы она выходит позвоночный канал и давит на нервные окончания вот тогда это и есть межпозвонковая грыжа а может она появится например по другим причинам там тяжести тоже может быть удачное падение даже может человек чихнуть там или кашлянуть может тогда тоже появится эта грыжа это зависит от того насколько она фиброзное кольцо насколько она разорвана 3 потрескан от стадии образования вот этой грыжи начальном стадии до может могут быть такие раздражения нервного окончания в спинном мозге и он как бы немножко начинает раздражаться и дает сигналы мышцам спины пояснице ногам и когда вот это не беспрерывные импульсы нервные импульсы подходят приходит к мышцам мышцы спазмируются и так называемый миофасциальный синдром мышцы спазмируются и не могут как бы разжиматься и сжиматься поэтому возникают сильные боли тоже приходится но это можно консервативное лечение проводить а как определяется грыжа вообще вот как поопределяет методы какие у вас сейчас современные существуют наше время когда уже есть нейровизуализация как говорится мрт кт исследования тут проблем уже нету если человек у него спина кольнула сразу бежит делает мрт и там раньше когда не было мрт там к это исследование люди ходили ой радикулит радикулит там и не знали грыжа у них или не грыжа ну лечились как могли а сейчас конкретно есть диагностика четкая и без нейровизуализации вообще нельзя не начинать лечение грыжи диска там или боли в спине нас чем опасно грыжа поясничного отдела вообще вот в повседневной жизни для дальнейшей жизни человека скажем так с грыжи диска можно жить сто лет даже больше если она не мешает если она не касается нервно окончания бывают такие люди которые приходят вот у меня был случай такой женщина приходит с мрт исследованием там огромная грыжа там даже 11 15 миллиметров на она приходит ищет доктора доктор где доктор где нейрохирург а что зачем вам нервик вот у меня тут грыжа а у вас чем болит бабушка нет у меня ничего не болит а мне сказали вот грыжа я пришла лечиться но это когда это зависит еще от строения позвоночника позвоночного канала если он широкий бывает широкий даже большая грыжа на нему не мешает человеку он живет с этой грыжи в сто лет когда узкий канал позвоночник до небольшая даже не грыжа протрузии предгрыжа как бы так называем вот она немножко выступает и начинает уже давить на нервное окончание и тогда вот возникает боли и приходится там лечить консервативно если консервативное лечение не помогает это уже последнее оперативное лечение если грыжа сидит как бы да на это нервном окончании она может атрофироваться и функцию не утеряется человека может быть нога там стопа виснуть есть такой куриный этот степаш такой шлепаюсь ходит люди такие есть вот иногда встречается на улице тогда уже да он приводит к инвалидности если вовремя не оперировать не удалить вот эту грыжу которая мешает а если грыжа маленькая как бы небольшая как бы она раздражает нервное окончание там возникает отек воспаления самой грыжи и нервного окончания консервативно это отек и воспаление можно снять и брать боль и тогда человек нормально дальше продолжает жить очень часто доктора рекомендуют при грыже рекомендуют операцию но люди которые делали эту операцию вот я сама несколько раз ты слушала от некоторых пациентов послушала что эффект там не совсем долговечный но два года три года а потом может стать еще хуже скажите а есть ли какие-то другие методы лечения грыжи или операция это вот это единственный эффективный метод лечения вот это вот недуга лечение межпозвонковой грыжи это самая такая последняя стадия как бы до до этого человек должен пройти все это пункты консервативного лечения если это консервативное лечение не помогает и по результатам мрт исследования если она большая как бы до 0 8 0 9 0 10 миллиметров тогда уже безвыходное положение приходится на операцию эти а если грыжа какая я уже говорю небольшая мешает так ну раздражает но не сильной боли нет такой то можно и консервативно лечить медикаментозное лечение и наряду с медикаментозным лечением есть методы такие локальная инъекционная терапия так называемая это простонародье блокады это когда человек приходит к врачу жалуется смотрит врач принципе если грыжа небольшая то он означает лечение там внутривенные капельные вливания и противовоспалительная терапия и вот наряду с этим очень эффективно вот этот блокады блокады это как раз лекарство подводится к месту конфликта между корешком и грыжей в это место подводится и вводится лекарство которое снимает воспаление отек получает кровообращение корешка и нервного кончания очень прямо концы иглы можно как говорится испытать исчезновение боли это очень хороший метод лечения без операции эффективность насколько эффективность у каждого конечно организм разный у кого-то может быть на годы проходит кого-то на несколько месяцев это зависит от как говорится от организма человека операция конечно когда уже большая грыжа приходится оперировать во время операции вот у нас в областной клинической больнице делаем операции такие очень много очень хорошие результаты дело в том что может быть конечно что после операции бывает и спаечный процесс когда вот эта посеперационная рана там начинает заживать и там спайки получается и суживается вот этот канал не канала вот где корешок это место она может сильно сдавливаться и такое бывает а может быть рецидив грыжи бывает тоже когда операция оперирующий хирург конечно старается почистить между двумя позвонками диск там но бывает там какие-то остатки остаются человек полегче стало после операции месяц два-три ходил почувствовал себя уверенность во всем побежал опять что-то поднял а как а там же как бы уже дорожка есть в этот где убирали грыжу туда опять выходит остатки грыжи бывает рецидив приходится еще раз туда лезть и апрель почистить этот диск то есть беречь себя на беречь надо конечно доберечь козин джагафарович а можно ли вообще предотвратить грыжу несколько советов как от специалиста есть люди которые вообще нет когда за всю жизнь и спина не болит и живут они даже не знаю что такое грыжи ну есть конечно и даже молодые люди сейчас вот последнее время очень часто не знаю вот люди молодые которые может спортом занимается борьбой там лечит может тогда у них получается это очень много и тем более с нейро визуализации которые у нас есть это все проявляется часто раньше же не делали так часто март конечно надо беречь себя спину надо чрезмерно тяжелые вещи не поднимать заниматься физкультурой не спортом а физкультурой мышцы паравертебральные мышцы которые держат наш позвоночный канал их надо поддерживать чтобы они держали позвонки лечебная физкультура плавание вот эти методы которые и чрезмерные исключить чрезмерное напряжение и там поднятие тяжести все вот это конечно это профилактика конечно это грыжи образования но к сожалению так не всегда получается и люди очень много людей страдают это заболевание приходится иногда и даже оперировать казин джакофарович огромное вам спасибо за интересный а главное полезный такой вот рассказ напоминаю что актуальное интервью сегодня нам давал врач нейрохирург узденов казин до новых встреч